Сколько длится хобби и когда человек взрослеет? Вопроса для дилетантов? Нет. Ответы для профессионалов. А жизнь в танце возможна? Да. Если вы профессионал. А если нет? Но вы 3-4 раза в неделю на 2-3 часа посвящаете себя танцам. Да таким специфическим, как восточные. Вы становитесь профессионалом. И ваш коллектив вслед за вами. Мы очень благодарны, что нас приняли в замечательный дворец культуры имени Сергея Орджоникидзе, где мы можем заниматься. Нам предоставили отдельную гримерную. Сколько занимаемся? Третий год. Четвертый. То есть начинала совсем с маленьких корней, да? Да, мне сейчас 10, а я с 6 начинала танцевать. Ну, уже много чего я знаю. Ну, вот большие тетеньки, допустим, не умеют правильно двигать плечами, да? И все время идут в индийские танцы. Покажи, как ты умеешь плечиками двигать. Сложно было? Нет. А мама умеет? Нет, не очень-то. Теперь поговорим про целлюлит. Молодежь подвержена целлюлиту этому страшному заболеванию. Вы подвержены или есть технологии, благодаря которым этот целлюлит у тех, кто занимается высочными танцами, и не разовьется? Ну, вы знаете, как вам сказать? Конечно же, есть начальные стадии целлюлита, но если занимаясь восточных танцев, стараться, то обязательно все исчезнет. У нас его нет. Восток традиционно непонятен европейцам. Когда-то пулитанская, потом пережившая сексуальную революцию Европы, воспринимает женское тело в основном с точки зрения этого самого секса. В восточном танце грудь, бедра, глаза – это прежде всего загадка. Тысяча и одна ночь. Все движения, вибрация, экспрессия – подчеркивают женскую красоту и первозданность, ради которой не жалко было и караван верблюдов. Восточные танцы, сродни огню или закату, можно смотреть бесконечно. Мазурка и лиминуэт тоже красиво, но скучно. Даже жаркая фламенко – ничто по сравнению с синхронной загадочностью 20-30 одетых в сияющую парчу и золото кореоких красавиц, у которых каждая часть тела движется отдельно. Можно ли этому научиться за 2-3 дня, месяц или два? Нет. Сама суть восточного танца – это кропотливый труд над телом и тренировка сотен тысяч движений. И когда они объединяются вместе, получается сказка. А кто генератор фантазии? Кто рисует танцы, кто придумывает? Вы, конечно, исполнительные и очень хорошие исполнители. Но основная идея чья? Основная идея принадлежит очень замечательному человеку. Отзывчивому, доброму, просто чудесному человеку – это Елена Перепелкина. Она вносит свои идеи, рисует нам костюмы. Благодаря именно ее идеям, все то, что вы увидите в дальнейшем, все воплощено здесь, у нас, в Амрите. Папа говорит, продолжай такую карьеру, тебе она пойдет на пользу. Чем привлекли индийские танцы или восточные танцы? Ну, костюмы красивые, ну, интересно как-то. Ну, лучше, чем в больной. Почему восточные танцы вызывают такую бурю положительных эмоций? То есть есть девочки, у которых ноги от ушей, и больше у них нет ничего. У вас есть все, я насколько понимаю. Да, конечно, у нас есть все. Это и ноги от ушей, и очень замечательная пластика, и великолепные телосложения, ну и все прочее. Ну и самое интересное, самый популярный нынче танец с живота. Вы это умеете? Да. Мы будущие профессионалы. А как вам такая тема? Мы строили не только страну, мы строили в Индии, в Пакистане, в Алжире и в Египте. И мы принимали культуру этих дружественных, по сути, народов. Кстати, молодежь из этих всех стран мы еще и учили в наших вузах. Между прочим, Индия просто обязана была обосноваться в умах магнитогорцев. Редкий специалист, прибывший из этой страны, не оставил у себя сказочные воспоминания об ароматной и такой дружелюбной стране. И вот он-то никогда не забудет индийский танец. Танец, в котором все человеческие чувства и даже жизнь во всех ее проявлениях показываются за 5-7 минут. А индийские фильмы с их музыкой и танцами. И первые энтузиасты, которые своими силами, используя видиковские фонограммы, учились танцевать примерно 20 лет назад. Конечно, танцы тогда были стопроцентными копиями постановок и творений Булливуда. А теперь мы плавно перейдем к Амрите. Не будем скрывать, да и незачем, это воспитанники более старого коллектива. Но в творческой среде такое случается и довольно часто. Дети перерастают родителей. Новый коллектив научился не наступать на грабли и доверился только дворцу Орджоникидзе. Девушки, а в коллективе одни девушки, работают по субботам и воскресеньям. На заработанные покупают ткани и шьют костюмы своими руками. А еще они таскают многокилограммовые сумки из отеля в отель в загранпоездках. Бесконечно долго переговариваются по телефону с не менее оторванными, в хорошем смысле слова, подружками. Разрабатывают дизайн проекта, ставят танцы до двух часов ночи, причем иногда и в собственной квартире. А с утра безумные с мужской точки зрения мысли о монтаже музыки. Днем круглые глаза продавцов при покупке 20-метровых намоток бижутерии и но-хау. Это уже из Индии. Оптовая закупка браслетов, бижутерии и сари. В результате которой месячная выручка индийским торговцам обеспечена. Дальше больше. Представляете глаза таможенников, когда через рентген проходит сумка, в которой находится несколько полновесных костюмов. Каждый килограмм по пять. И это все куда? Да вот сюда, в этот коллектив. За костюмами мы ездили в Турцию, дворец Рженикидзе спонсировал нас. И, конечно же, половину денег мы потратили из своего собственного бюджета, то есть деньги, которые мы заработали сами. Теперь можно гордиться идеальной фонограммой, оригинальными танцами и своими на 100% заработанными костюмами. Все это заработано, все это свое. А танцы это плод совместного труда. А очередной отчетный концерт состоится 15 мая в 7 часов вечера в любимом дворце культуры имени Сергея Рженикидзе.